Всем привет! Вы на канале Ретро Сталкеров. Напомню, что мы коллекционеры видеоигр из Европы. Меня зовут Влад, я живу в Лондоне. Всем привет! Меня зовут Александр, я живу в Германии. И сегодня у нас очередное пополнение коллекции. Опять с Владом покажем 5 наших последних приобретений за этот месяц. Да, своего рода распаковка, но показываем не всё, что мы купили за месяц, чтобы уместиться в кронометраж, да, и не всё может быть интересно людям. Поэтому, как обычно, 5, на наш взгляд, самых интересных вещей, которые мы приобрели. Я начну, как всегда, с топчика самого, что мне понравилось за последний месяц, что я приобрёл. Это и игры, и сама консолька портативная. Это Game Boy Pocket. Давно хотел себе его приобрести, так как не хватает в коллекции Game Boy'ов. У меня есть оригинальный, колор. Покета не было. Теперь круто появился, наконец-то. Единственный для меня минус, что он красного цвета, потому что колор у меня жёлтого. И получится, короче, радуга на полке. Но ничего, в принципе, цена была очень даже хорошая. Всё нормально работает. С консолью самой шло примерно 5 игр, но я выделяю 2 особо интересных, которые я давно хотел. Это жёлтый покемон, Пикачу. Немного затёртый арт, наклейка на нём. Ну, ничего страшного. В принципе, я к карикам на портативке отношусь как к таким, игровым вариантам, плюс коллекции. И покемон красный. Давно хотел подсобрать покемонов. У меня из серии в такой, ну, в формате таких картриджей Game Boy'а есть только Silver. Это уже второе поколение покемонов. А из первого поколения не было ни одного карика. Теперь у меня есть два. Не хватает ещё синего. Ещё добавим синего. И первое поколение покемонов как бы с оригинального Game Boy'а собрано. Кстати, у нас сегодня незваный гость ещё с нами в съёмке. Сёма ушёл за кадр. Ну, пускай сидит, наблюдает. В общем, такая вот история. Я подсобрал покемонов. Сейчас начал проходить жёлтого. Потому что я в него играл ещё тогда, в начале 2000-х. У моего незабьённого кореша Макса. У него был Game Boy Color. А я один только картридж, жёлтый покемон. В принципе, я никогда особо по ним не угарал. Но тогда, что было, в то и играли. В общем, я помню, я его даже проходил. Там, чемпионом каким-то. Я же всех не поймал. Но там, в принципе, эту историю прошло полностью на жёлтом. И сейчас вот буквально вчера начал заново перепроходить, вспоминать. В принципе, они тут не сильно, кстати, играя по геймплею, я так понимаю, отличаются. Там, жёлтый, красный. Только по покемонов, которые можно ловить. Ну, в общем, в итоге, такое вот пополнение. Самое крутое за последнее время, мне кажется, Game Boy Pocket очень давно хотел для коллекции. У меня теперь из Game Boy не хватает только Advance 1, который был такой, не складывающийся, ничего такой длинный, прямоугольный. И, в принципе, Game Boy, можно сказать, подсобрал. Ой, всё, теперь нерабочий. Я смотрю, у тебя там... Первый лот. У тебя там рыжий покемон бегает? Да, да, у меня тут свой покемон носится. Так, ладно. Теперь моя очередь. Так, мой улов. Вот, наконец-то, Влад, великий и ужасный, да, великий и ужасный Годзилла. Тот самый Годзилла на PlayStation 3. Одна из дорогих игр. Может, даже и редких. В общем, цену даже могу показать, сколько они сейчас на eBay стоят. Мне удалось найти его по приемлемой цене. Договорился с продавцом. В общем, игра, Влад, игра на Metacritic, прочитал там, там наценки на ней вообще ужасные. То есть, игра вообще не зашла. Её, по-моему, дальше быстро там с онлайн-стора удалили. То есть, она долго не протянула. А потом уже вроде на PlayStation 4 там уже её исправили. Вышла на PlayStation 4 уже игра. Да, но на PlayStation 4 она не так дорого стоит, как на PlayStation 3, вот эта версия. Главное, ужасная игра... Так часто и бывает. Провальные игры, они потом становятся такими дорогими экземплярами для коллекции. Потому что в своё время их мало покупали, а на бэушке так не найти. В общем, информацию читал, почему она так дорого стоит. Нигде не нашёл ни тираж, ни... То есть, прочитал, что была ужасной игрой. То есть, ну, больше ничего. Тут же Рэмбо. Тут Ельц вышел на PlayStation 3. Да, да, типа Рэмбо. Ну, кстати, это жанр, это какой-то адвенчер, экшен-адвенчер, по-моему, там. Всякие монстры из фильма, ну, в общем... Не РПГ? Нет. Не РПГ. Наконец-то, вот, в моей коллекции Godzilla. Отлично. Первый лов. Так, вот так вот поставлю. Да, как всегда, думаю, что-то следующее показать. Ну, наверное, покажу вот эту вещь. Ну, как вы все знаете, я уже не раз говорил, я ПК не собираю. Я ПК не собираю, я ПК не собираю, но, опять же, не смог себе отказать. Пару не старперских посиделок мне очень разрекламировали эту игру. Это Warhammer Dawn of War. Я приобрел сразу две части в таком сборнике. Double Game Park, здесь Game of the Year Edition, самого Dawn of War и Dawn of War Winter Assault. Полный комплект, а тут с мануалами, все дела. Я уже потихоньку, да даже не потихоньку, почти прошел Dawn of War 1. У меня там буквально последняя миссия осталась. Вообще, как бы меня так интересует вселенная Warhammer 40 тысяч, скажем так, манит. Но я понимаю, что она очень обширная и постоянно изменяется. Конечно, туда нырять немного побаиваюсь. Но вот по советам ребят, как раз таки приобрел и в коллекцию, и поиграть, опять же. Играю в Dawn of War, опять же, стратегии я люблю. Хотя, ну, на самом деле, очень много там микроконтроля. Именно в первом Dawn of War не знаю, что в Winter Assault будет, но предполагаю то же самое. Тут даже под стратегией это очень отступает сильно. Там стратегии так не очень много. Но все равно прикольно, как бы, да, доставляет. Даже сейчас, в 2020 году, вот первый раз играю. Очень даже неплохо, интересно. На самом деле, я подсобрал, ну, уже все серии Dawn of War первые. Но этот, как бы, интересен тем, что это дабл-пак. То есть Dark Crusader и Soulstorm тоже вот приобрел, но это обычные DVD-шки. Как раз таки с целью на досуге попроходить, когда будет настроение. Но вот сам такой вот сборничек, конечно, радует. В картонном рукаве будет красиво смотреться на полочке в итоге. Вот такой вот у меня второй улов. Так, игра номер два. Моя очередь. Следующая у меня идет уже Xbox Original. Это, Влад, зрители Half-Life. Вторая часть. Ну, про нее что сказать? Халва. Да-да, халва. Халва. Ну, давно хотел. У меня на PlayStation 2 есть игра, знаешь. У тебя, наверное, тоже есть? По-моему, есть. Если уже так, надо проверять. Да, там на PlayStation 2, кстати, версия отличается тем, что там дополнительные какие-то уровни есть. Типа DLC, где нужно управлять женскими персонажами. То есть там, если в компьютерную игру играешь, там типа Гордон, этот главный персонаж, в процессе игры видит два костюма, которые в шкафу так же лежат, как его костюм со способностями. Ну и в общем разработчики придумали вот эти два костюма использовать, то есть двух женских персонажей добавить, типа как дополнение для игры на PlayStation 2. Ну, это Xbox. Нормально. Ну да, это Xbox, оригинальный, ну, обложка классная, вот. Да, тоже самое, Том Холл. Гордон Фримен. Культовая личность. Да, то есть вот, игра номер два. Так, у меня игра номер три будет, ну, раз Xbox, то я тоже, наверное, Xbox покажу. Подвернулась мне, короче, в магазине благотворительности коллекционка, Limited Edition, Halo Reach. Тоже относительно не задорого. Ну, я бы не сказал, что прям совсем дешево, но не задорого тоже. В том числе досталось такой картонный карабас, увесистый, здесь прям металлическая ручка, за которую это все дело достается. Кстати, говоря, Halo Reach сейчас прохожу с другом по сети, и как раз-таки мне подвернулась еще и коллекционка, плюс ко всему. Ну, доставка карабас сразу нас встречает игра, в принципе, ничем не отличающаяся от обычного издания. Здесь она вынимается из этого кафтонного, есть такая кафтонная подставка под нее. Ну, в принципе, обычный вариант Halo Reach, мануал, диск, все как он вот так вот и продается. Ну, все. А бонусом к этой штуке идет вот такой вот пупырчатый конверт. Сначала мне показалось, когда я там в магазине смотрел, разглядывал, выбирал, мне вообще показалось, что это силд, ну, никогда не вскрывался. Здесь, может быть, сейчас плохо будет видно, но черная такая наклейка, она выглядит как... Сема. Она выглядит как, как будто вообще нетронутая, но потом я уже присмотрелся, и оно, он открывался, и, слава богу, тут все на месте оказалось, все, что должно быть. Предупредительная наклейка для использования персонала, ну, к вселенной Halo Reach, отсылка идет. И внутри у нас, это пупырчатый конверт, тут внутри пупырка как бы все смягчает. Находится вот такая книженция в толстом переплете. На магните открывается, внутри карты местности, самой этой местности Halo, где проходят все действия. Кстати говоря, Halo Reach, это предыстория там первого Halo, то есть события происходят до самого первого Halo. Идет к ним отсылка. И это вроде бы как дневник одного из бойцов, за который участвую, где он описывает происходящие моменты разных. К инопланетянским там воюем, зарисовки, записи и так далее. Вот такая-то кафточка визитная. В общем, куча всяких артов, довольно прикольно. Саша, я тебе покажу, а то я там все... Ага, артбук. Да, такой дневник бойца, в общем, полевой. Куча всяких каких-то бумажек, отсылок, записок. Ну, в общем, приколях по вселенной. И отдельный кармашек. В кармашке находится нашивка бойцов Halo, которую можно, кстати, пришпандовать куда-нибудь на одежду. Тебе тоже интересно, надо посмотреть. А, что тут еще? Я уж сам не помню. Коча, куча-куча всякой бумаги. Открытка, там, какие-то записки полевые. Ну, в общем, если фанатам разбираться, зарисовки тактики поведения в бою. В общем, куча-куча всякой макулатуры интересной, которую на досуге можно почитать. Я думаю, я не буду особо забивать. Приказной лист, там, из генералитета и так далее. Короче, прям реальный такой пакет бойца, участвовавшего в событиях в Halo. Halo Reach, именно, высадки на этой планете. А, еще ключ кавто, кстати, да. Помимо бумажек, ключ кавто. Пластиковая, с космического корабля, десантника. Который можно, по идее, открывать двери. Диаграммы, прочее, прочее. Очень много всякой, всякой дополнительной информации, приколях. Тоже даже непонятно, что это может быть. Короче, такие вот штуки, трюки. Коллекционная вещь. Я посмотрел, слава богу, все оказалось на месте. Когда я покупал, мне показалось, что это общий сил. Поэтому я и не проверял в магазине. И уже придя домой, понял, что, ну, это открывалось. Но, слава богу, ни нашивку, ни ключа, никто ничего не спер. Все осталось на своих местах. И, конечно, очень рад. Такой коллекционочке. Более с таким пупырчатым конвертом, где это все будет граница. Думаю, займет подходящее надежное место. Красивая, на полке, с коллекционными вещами. Вот такая вот у меня игра, в общем, номер 3. Точнее, коллекционные издания. Отлично. Моя третья игра. Это Bioshock на PlayStation 3. Взял такое издание, то есть не простой, а в таком интересном конвертике, как он называется, рукаве. То есть, да, сливер. Вот такой сливер. Тут буковки и Bioshock переливаются, как голограмма. Прикольно. Ну, что про нее сказать? Ну, на компьютере я ее играл, помню. Но так и не прошел, все, руки не доходят. Хочу ее пройти. Внутри вот такой мануал, диск. Кстати, обложка двухсторонняя, заметил. Даже не обращал внимания, сейчас посмотрю. Да, двухсторонняя обложка. Вот тут чья-то рука этого большого папы, или как он там, главный такой паренек, который на этой стороне нарисован. Влад, Bioshock-то знаешь, да, наверно? Bioshock-то знаю, но, кстати, не играл ни в одну часть. Но советую, вообще такая игра рекомендуется к вхождению. Я так первый даже не пришел. Где столько времени найти, вот это самый главный вопрос. Тут вон Вархаммеры, покемоны, всякие еще. Вот, в общем, игра номер три, Bioshock, издание в рукаве. Так, игра номер четыре, у нас сегодня будет PlayStation 1, это Time Crisis Project Titan. Подсобираю потихоньку Time Crisis, и в одном из наших крайних роликов, недавних, я говорил, что вот мой любимый пистолет, это вот G-Con намковский. Наверное, мой самый любимый Light Gun. В принципе, диск, мануал, все в отличном состоянии, чему я, конечно, рад. И, как всегда, не очень задорого, кстати, взял. Ну что, Шутан, очередной Time Crisis, уже классика, не побоюсь этого слова. Ответвление, так сказать, Project Titan в идеальном состоянии, бокс. Вообще никаких помарок, ничего нету. Круто, мне кажется, вот такую штучку приобрел, чему очень рад. Нормально. Так, это какая была? Четвертая. А, четвертая, окей, моя очередь. После первого Боряшока идет Боряшок 2. Внезапно. Да, кстати, да, Боряшок 2. Уроки английского. Раптуры Эдитюн. Как правильно? Раптуры Эдитюн или? Да, Раптуры Эдитюн. Ага, окей, вот так вот. Внутри дисочек с игрой. Блин, такая обложка прикольная тоже. Как на том рукаве, буковки все переливаются. Голограммы. То есть, ну, логотип. Внутри, ну, обложка уже не двухсторонняя, но... Все полностью, вот. И... В чем Раптур-то? В чем Эдитюн? А здесь, вот, смотри, арт-бук, как книженцы. Декодеволюшн. The Art of the Bioshock 2. А внутри, ух, тут такие, в общем, такие прикольные рисуночки. Тоже зарисовывали. Ну, да, да, да. Нормальные уже. Классно. Ну, страниц дофига тут, в общем. Полистать, блин, прикольно, вообще. Ну, вот, руки дошли, добавил шока, наконец-то осталось, осталось. Последнюю часть. Сколько там, блин, три же их выходила, да, по-моему? Последняя третья была? Да, три. Три. Там тоже, по-моему, двухсторонние на третьей даже выглядело прошелся. А, кстати, еще на PlayStation 3 есть интересная коробка такая, тоже какое-то издание в коробочке. Там сразу два, Bioshock 1 и Bioshock 2, то есть два диск. Бандл, да, да, да. Да, да, прикольно, это же надо как-нибудь, может, возьму. Так, игра номер четыре, Bioshock 2. Так, игра номер пять, заключительная на сегодня. Ну, как же я могу без PlayStation 2? Сегодня у нас будет Marvel Nemesis The Rise of the Imperfects. Полный комплект с дополнительной книжечкой EA, все как положено. Ну, в общем-то, что можно сказать? Marvel, Marvel Nemesis, битэмапчик на PlayStation 2. Как многие наши зрители знают, я собираю, стараюсь, пробую, мечтаю собрать полный сет Пал Региона. Вот еще, мне кажется, достойное дополнение к коллекции. Арт мне очень нравится, такой прикольный тоже. Случайно подвернулся ко мне, как бы не прицельно. И вот за последний месяц рад пополнению на PlayStation 2 именно вот почему-то этой игре. Хотя, ну, к комиксам я отношусь так спокойно, не являюсь фанатом Marvel, DC или еще чего-нибудь. Но, как бы, игра крутая, тоже именитая, поэтому, блин, будет круто на полке смотреться. Вот такая игра номер пять. Наша любимая PlayStation 2. И, наконец, моя последняя игра, пятая. Подгон от Влада From London. Называется Dancing Stage Euromix. Игра от фирмы Konami. Влад, знаешь, в чем прикол этой игры вообще, про нее? В чем прикол, затрудняюсь ответить. Знаю, что еще коври к ней нужно подмутить будет. Да, ну, почти, как бы, близко ты подошел. В общем, это спин-офф, или даже не спин-офф, это Dance Dance Revolution для Европы, для европейского рынка. Это как будто бы на аркадах шел, типа. Да, она выходила на аркадах, на PlayStation 1, на PlayStation 2 и еще где-то не помню. В общем, именно эта часть, она в Японии вышла на аркадах, на аркадах третья, как считалось. Dance Dance Revolution 3. В Северной Америке тоже Dance Dance Revolution. Там какая-то часть, третья, по-моему, тоже была. А для Европы, с европейскими песенками, синглами, ну, там, некоторые японские тоже присутствуют, вышла под этим названием Dancing Stage Euro Mix. То есть, там, управлять можно или контроллером, или тем же самым ковриком от Dance Dance Revolution. Ну, я так думаю, уверен. А, то есть, у него не было отдельного ковриком, как в Dance Dance Revolution, так и на него, да? Кстати, наверное, тут, кстати, вот этот аркадный автомат, нарисованный, с этим, как сказать, управлением танцевальным, то есть, да, ногами там нажимаешь во время танцев. Прикольно. Кстати, коробочки, вот, коробочки нашел для PlayStation, наконец-то. Да, дефицит. Да, у меня, то есть, диск был, плюс все бумаги от игры, а коробки не было, вот. Коробочки раздобыл, теперь все на месте, на полочку. Теперь все на красоте будет стоять. Да. Вот пятая игра. На этом все, думаю. В общем, это было очередное пополнение коллекции. Пять последних игр, приобретенных мной и Владом за последнее время. Вот моя пятерка. Спасибо за просмотр. Лайки, колокольчик. Подписывайтесь. Всем пока. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока. Пока.